Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу снять видео «Новый закон о поздних приселенцах». Мое видео будет так называться. И сейчас я вам зачитаю несколько пунктиков, то, что было раньше, что сейчас стало в связи с введением нового закона. Итак, 13 сентября 2013 года вместе с публикацией Bundesgesetzblatt вступил в действие новый закон о поздних приселенцах. Что было раньше? Раньше главным препятствием признания поздним приселенцам был Паратов VI, в котором определялись правила выявление принадлежности к немецкому народу. Согласно ему, нужно было обязательно декларировать себя только немцам по всем документам, иначе, если хоть где-то указана иная народность, немедленно следовал отказ. Ситуация ухудшалась после того, как из российских Паратов исчезла графа национальности. Что изменилось теперь осмотрим? В новой редакции закона по поводу национальности, национальной принадлежности, извиняюсь, теперь говорится, что переселенцам считается тот, кто декларировал себя немцам, либо показал свою принадлежность иным способом. При этом следующим предложением поясняется, что иным способом показать свою немецкую национальность может являться наличие сертификата, доказывающего знание немецкого языка на уровне B1, либо приобретение знания немецкого языка ввиду использования в семье. Дальше говорится о том, что принадлежность к немецкому народу должна быть доказана путем проведения простого разговора на немецком. То есть, шпрахтест остался в силе. Но очень важно, что теперь его можно сдавать сколько угодно раз. То есть, если раньше можно было сдать один раз, если вы не сдали, то вам следовал отказ. Теперь, если вы с первого раза не сдали, то можно сдать и со второго, и со второго, то есть третьего. И так, я думаю, что до бесконечности пока не сдадите, не выучите этот шпрахтест. Таким образом, если человек имеет немецкие корни, каким-либо способом декларировал себя немцам и может поддержать простой разговор на немецком, то он, как и раньше, может быть признан поздним переселенцем. Если же, имея немецких предков, соискатель статуса не декларировал себя немцем каких-либо документов, то он должен предъявить сертификат от института Гетте, доказывающий знание немецкого языка на уровне B1. И он также может стать поздним переселенцем. Важное изменение коснулось получения возможности для уже приехшего в Германию поздних переселенцев внести в свой вызов, а в нам обышает, супругов и потомков раньше, то есть задним числом, можно внести в а в нам обышает. Раньше для этого требовалось наличие так называемой тяжелой жизненной ситуации. Теперь это требование убрали. В итоге любой поздний переселенец может подать БУА-запрос на включение его прямого родственника, не родителей, не братьев или сестер, а только супругов, детей, их супругов и далее по нисходящей линии. В а в нам обышает. То есть можно внести, как меня внести в а в нам обышает, папе моей жены и нашего ребенка Глеба, также можно внести всех родственников, то есть детей, супругов детей и также по нисходящей линии дальше. Въезжающие по-прежнему должны предъявить доказательства знаний немецкого языка. Сертификат А1, сданный в БЁТА-институте. Из этого же изменения следует, что теперь не требуется вносить всех прямых родственников в Афгангушайд до отъезда в Германию. Подать заявление на внесение можно в любой момент. В плане доказательства языковых знаний для взрослого ничего не изменилось. Основной заявитель должен пройти шкрафт-тест, а все, кто вносится в Афгангушайд, предъявить сертификат знаний немецкого языка на уровне ААС. Либо пройти свой ответствующий экзамен при посольстве. Зато для всех несовершеннолетних переселенцев тест отменен. Это очень важно, потому что раньше, по-моему, нужно было с определенного возраста создавать этот тест. Сейчас это отменен. Они могут ехать без проверки языковых знаний, но только с родителями. С бабушками и дедушками ехать нельзя, только с родителями нужно ехать. Но и, конечно, самое важное, новая редакция закона не спрещает пересмотр отказов данных по причине незнания языка и недостаточных доказательств пододлежности к немецкому народу, которые были получены до 13 сентября 2014 года. Как я вам уже говорил, если вам был раньше отказ, то можно подать на пересмотрение ваших документов. Это позволяет всем, кто получил отказ по выше названным причинам, снова подать запрос, как я уже сказал, на признание поздним переселенцам. До этого даже не нужно снова заполнять заявление. Если семейное положение не изменилось и есть номер старого антрага, то можно в произвольной форме написать просьбу, пересмотреть дело и подать ее в ПЛА. Ну, вот такие вот изменения, что было старого закона и что изменилось, я вам немного зачитал. Всем большое спасибо, что смотрите мои видео. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Кто подписался, всем большое спасибо. Если видео вам было полезным, интересным, ставьте лайк. Всего доброго, всего хорошего. Без бальт. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»